В этом пакете примерно 6 литров мусора. Мы специально набили его бумагой, чтобы показать примерный объем. По нормативам каждый человек в день должен производить вот такой объем мусора. Представьте себе семью из трех человек. Контейнером она должна каждый день ходить с тремя такими пакетами. Узнаем у прохожих, как часто они выбрасывают мусор и набирается ли у них эти 6 литров или 1 килограмм в день. Раз в неделю. А примерный объем знаете? Да, мешок большой, это черный. Большой это сколько? 5-10 литров? Нет, это 20. 20? Каждый день. А сколько примерно объем считали? Около 10 литров. В день на одного человека у вас? Нет, на семью. Сколько человек? Три ежедневно. А сколько примерно по объему? Ну, это ведь зависит от количества семьи. У меня семья маленькая. Маленький пакетик. Один-два человека? Маленький пакетик. 500 грамм, 300 грамм. Исходя из ответов людей, получается, что они выбрасывают как минимум в два раза меньше, нежели по нормативам. Исследования, сколько же амичи накапливают отходов в сутки, проводили еще в 2017 году. Те замеры и легли в основу нынешнего тарифа. Участвовали в ней более полутора тысяч объектов в районах Омской области и около 500 объектов в городе Омске. Соответственно, 12-16 тысяч жителей проживали в этих объектах. Замеры переросли в цифры. В год среднестатистический амич выбрасывает около 306 килограммов мусора. И если раньше за вывоз отходов он платил около 50 рублей, то с 1 апреля уже 133 рубля. Напомню, с человека в месяц. В соседнем Новосибирске тариф около 93 рублей. При том, что там даже выше норматив отходов на человека в год – 393 килограмма. Но в столице Сибири четко разделены отходы домовладений от предприятий, будь то банк, школа или магазин. Поэтому тариф для населения и ниже. Для статистики заглянем в Красноярский край. Он тоже поделен на зоны. Поэтому сумма тарифа там варьируется. От 64 до 125 рублей в месяц с человека. Да, сегодня мы видим, есть некоторые перекосы в части того, что в отходах нет разделения на крупногабаритный мусор. Либо там рыхлое ТКО. Сегодня нет разделения строительных отходов. Норматив для населения нужно разделить. То есть четко определить отходы. И только исходя из этого можно будет более подробно углубиться в правильность принятия тех или иных решений. Установленные тарифы губернатор уже назвал завышенными. И виной тому как раз таки нормативы накопления отходов, которые, напомню, приняли в 2017. И сегодня мы пожинаем плоды вот тех неразумных решений. Мы видим, что перекос вышел для мячей наших проживающих на квартирных домах и в частном секторе. И наша сегодня задача правительства обеспечить пересчет норматива накопления мусора. Таким образом снизить плату наших граждан. По закону пересмотреть нормативы можно будет только через год, если не примут поправок, сокращающих этот срок. А пока платим по одному из самых высоких тарифов в стране. Денис Унос, Андрей Кузьмин, Антенна 7.